Продолжение следует... 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 У нас здравоохранение и обучение, все разрушается полностью. В медицинском университете, не знаю про другие, а про медицинский университет, наверное, кафедры объединяют, например, урологию с глазными болезнями объединили. Компьютер совсем близко. Компьютер, что? Неврологию с психиатриной, ну, еще понятно, да. Ну, а тут-то, понимаете, упраздняют кафедры. Кафедру патологической анатомии, судебно-медициной объединили, то теперь это сокращают вроде как это. Это бы хорошо, чтобы бюджет там как-то урезать нужно, но не таким же. Понимаете? Дочь у меня преподает на кафедре нервных болезней, теперь, не знаю, объединили, теперь на кафедре психиатрической болезни. Значит, студенты вообще невероятные стали. Она говорит, вот сидит 20 человек из них, ну, 3 максимум, может, после того, как я час с ними занималась, рассказывала им все, объясняла и растолковывала, максимум 3 человека могут что-то ответить. Он сидит передо мной, говорит, играет в этом, на компьютере, достает, ест во время лекции, занятий, ему и есть захотелось. Он знает, потому что он заплатил, и ему все равно поставят, тройку, но поставят. Он еще и будет недоволен, он еще пойдет жаловаться. То есть развал совершенный. Кроме того, из министерства приходят бумаги, что у нас теперь от гриппа не умирают, от туберкулеза, главный физиатор края звонит и говорит, вы не пишите туберкулез, как непосредственно причина смерти, пишите хронический алкоголизм. От пневмонии не умирают. Вообще ужас, что делается, понимаете? Говорят, такая поговорка есть. Есть ложь, есть большая ложь, а есть просто статистика. Так вот в медицине статистика, она нужна. Нужна для чего? Для того, чтобы в зависимости от того, сколько, каких заболеваний было, потом рассчитывать бюджет, средства, которые необходимы для лечения больных. Конкретно по конкретным заболеваниям. Но это же должна быть она истинная статистика, а не не ложная. И куда ни кинь все. Ложь и ложь и ложь. Ну я понимаю, в советское время мы коммунистический режим, мы говорим ленин, подразумеваем партии, все подразумеваем, подразумеваем. Сплошная ложь была. А теперь тоже подразумеваем. Еще больше. Я думаю, что мы все... Это как раз проявление того, что все ближе мы к тому концу, который грядет. Ко временам антихриста. Все больше и круче заворачивается все это. Так что у меня вот лично голод по правде. Я хотел о храме сказать. Вот там написано, что они в храме стояли, молились. И когда Гюстав Доре изображение делал свои, вот они там у Игнатих, в открытым окон книгах, и там такой рисунок, как будто бы стоит Господь и видит их со двора. Как бы двор такой, там врата. И вот они, мытарь, фарисей. Один припадает, другой стоит. И как будто он их там рассматривает. Ну, там написано, в храме они стоят. Я продолжаю. И там так интересно написано, концовка. И так охота нам... Да, вот именно так. И так нам охота сказать, что Ах, ты ж фарисей ты такой! А мытарь ты вроде такой молодец. А концовка-то не такая. И рука... Никто не говорит, что фарисей плохой все говорят. А что мытарь хороший, но все-таки не слышно, чтобы голоса сильно раздавались. А почему? Там написано, И сей пошел оправданным больше, нежели тот в дом свой. То есть такая концовка непонятная. Как понять оправданным? Игнатий Иванович говорил на это, на эти слова проповедь. Разъяснял все это. Я... Что меня задело? Хочу сказать, что там как раз слова златоуста идут. Фарисей, откуда ты знаешь, кто этот мытарь? Что у него там внутри? Он что, убийца там? Или кто там? Ну и продолжай перечислять. Кто он такой внутри? Ты откуда знаешь? У него просто такая должность. Он сам по себе может человек и хороший, но должность его сделала хищником. И он это осознал. Вот в чем дело. Теперь дальше. Берем этого фарисея. Ну фарисея все понятно. Хотя с другой стороны, я помню проповедь, тихо-тихо-тихо начинает тоже. Десятины он платит, отдает. Десятины. У нас тут из-за десятины чуть трагедии не происходят. Люди чуть из общины уходят косяками, уходят, а иногда поодиночке, а иногда возвращаются, слава тебе, Господи. Поэтому я хочу сказать, десятины это тоже очень важно. И не хочу быть таким, как лихаимцы. А что плохого он сказал? Господи, я не хочу быть таким, как лихаимцы. Но взгляд его упал на мытаря. И таких людей очень много. И часто свой взгляд падает, и вырвать правый глаз нужно за это. Нельзя так к людям относиться. Я как-то рассказывал, ехали, ехал из Тогула сюда, и там в Заринске была перевал у нас. И зашел там, и бабушка сидит, ест, и так она некрасивая, это яйцо ест, сидит узелок такой, и там это яйцо, и так как-то такая, ну, некрасивая бабушка оказалась. Я думаю, ну, Господи, ну, такая бабушка никак не может быть верующая. Вот так прям подумалось мне. Простите уж меня, грешника Каянова. А сели и поехали в Газели-то. И начали разговоры, я там начал проповедовать, и она как встала за меня, оказалась откуда-то она из Одесской области, и к Гафангелу относится, к этим, к зарубежной церкви еще, и давай там рассказывать, как у них крещение происходит, по этим, погружением полным. Да такое посрамление просто, я не ожидал. С тех пор я больше по обличию, по одежке не встречаю, надо поговорить с человеком, все-таки, что там сначала, для начала. Ну, бывает, конечно, когда себя ведут, курят, там, понятно, тут уже, тут уже прямо надо все говорить. А так, когда вот вы думаете, ой, какой нехороший, он там, там, ну, любые, там, что, лысый, там, говорят, еще что-нибудь, очкарик, там, все это не так, все, нужно посмотреть на человека все-таки сначала. И я хочу еще, добавить, последнее сказать, что, чего я не увидел в храме-то, ну, как бы, видно его со стороны, это сам Господь Иисус Христос, а не видно того человека, на которого можно равняться. Нету этого человека, понимаете? Но мы-то о сегодняшнем не говорим. То есть и к фарисею, и к мытарю нужно посылать искренно верующего человека, христианина. Это тогда был сам Христос. Сейчас Христа нету. Вы понимаете, что полностью фарисеями, и фарисеи это все, вот о ком говорить нельзя, знаете, тут везде куполами все исполнено, а мытари это все, там, может быть, оставшиеся, ну, многие. И к ним нужно идти и благовествовать, отнести Евангелие Христово. Если вы не выйдете на благовестие, братья и сестры, которые, конечно, духовно наполнены, я понимаю, но надо выходить на улицы, надо. Люди берут Евангелие, просто берут Евангелие, не просто беседуют с вами, они из ваших рук берут и Евангелие возьмут. Евангелие есть у нас, у вас есть уста, которые наполнены благословениями Божьими, я понимаю. Поэтому давайте машину всех тут, как говорится, до горы и свыше, подъезжайте к вашим там местам, где переполнены они там, а это сейчас Мария Ра, магниты, ашуаны там, кого только нету, подъезжайте к выходу прям, становитесь и ходите потихоньку, со стеснением, с дерзновением, радостно, всякоразно, ходите и давайте Евангелие, да и все. Как-то мне вот хорошо брат Алексей сказал, что это, говорит, ну там, с тюрьмы пришли, он говорит, ну что, Евангелие раздавали, я говорю, в этот раз что-то у нас Евангелия не было, только материалы раздавали, он, эх, как плохо-то, а, что вот не было Евангелие-то там раздать в тюрьме, ну это редко бывало, но что-то там такой срыв был у нас в поставках, как же так, вот Евангелие надо дать человеку, Евангелие, ну что он там поймет действительно о крещении, когда уже человек наполнен должен быть, я эти слова запомнил, и теперь я передаю их вам, что Евангелие главное человеку дать, представьте, а у нас все четыре Евангелия Христова, и тогда и фарисей, и мытарь, будут наполнены Евангельским Словом Христа. Спасибо, Христос, брат. Слава Христу. Услышим призыв, брат. Я вернусь к теме о голоде духовном, о голоде правды. Прошу помолиться о мне, потому что противостоять вот этому напору достаточно сложно. У меня была недавно секция, умерла молодая женщина, 27 лет, правда у нее были дефекты телесные, такие именно конкретно телесные. Но грипп, пневмония, и мне, значит, в начале лечащей врачи, я сегодня рассказал, как было там, что увидел, что нашел. Она говорит, ну я вот передаю каждый день сведения в Краевое отдел здравоохранения. А оттуда, значит, сказали, а так не должно быть, у нас нету гриппа. Я говорю, меня никто, не говорю, не заставит написать то, чего я не вижу. Вот то, что я вижу, то, что я знаю, как меня научили, так я должен делать. Иначе, зачем у меня диплом, у меня есть сертификат специалиста и прочее. На следующий день меня вызывает ночмер. А какой конфликт? Пока еще никакого конфликта нету. Вот как будет заключение последнее, я изучу историю болезни, я изучу все анализы, вирусологические, бактериологические, а потом все в совокупности и вынесу свой, поставлю свой диагноз. Как есть. Врать я не буду. Я буду отражать только истину. Так что вот прошу молиться, видите, какое давление уже. Противостоять. Так что вот такие вот дела. Еще кто? По проповедям, по нашей жизни. Да, интересно, зарисовка из жизни нашей общины. Я стою там, заканчивается служба, стою вот там в храме и смотрю в комнату. В комнате для детей стоит сестра, которая наблюдает за своим ребенком. Но она своего мужа поргает, чтобы он подошел к ней. И там, уже в детской, она ему, значит, тоже показывает там на глагухонемом языке, чтобы он сказать, ты присмотри, а я пойду там, как истуток. То есть вот какое благочестие. Мне подумалось, какая жена благочестивая. Так благодать на благодать. Только имя хоть не называй. Да. Да, Настя. Благодарю всех за молитвы. Благополучно святало. Спасибо, Христос. Научилась? Почему? Научилась. Ну, слава Богу. Ученную учить. У меня было много вопросов, вот как раз вот производителям вот этих. Вот вы знаете, действительно люди инертные. Абсолютно инертные. Пришло, приехало очень много специалистов. Там, по-моему, специалисты надо мной смеялись. У меня были вопросы по иглам. Я иглы привезла, которыми мы работаем. И всех спрашивала, вы такими работаете, вы такими работаете. Спросила, мы правильно работаем. Но люди, у них же те же самые проблемы на те же самых птицефабриках. Ни один не подошел и спросил, как вы работаете, что вы делаете. Тишина. Специалисты говорят, вот эти иглы не пойдут, надо другие. Какие? Поставщиков, поставщиков нет. Что ж ты вылезешь здесь? Зачем вы иглы? А тут такое дело. Дело в том, что вакцина, которую мы используем, она векторная. Она очень сложная. Мы ее разводим толстенными иглами. Мы ее засасываем толстенными иглами. А вводим тонюсенькими в два раза меньше. И вакцина, оказывается, вот именно при введении разрушается. А сейчас такая ситуация, вы представляете, на одном квадратном метре птицефабрики сидит больше ста голов. На одном квадратном метре площадь. И получается, что если мы не будем вакцинировать, они вверх. Да, да. Это получается 5 ярусов. Вы представляете, 5 ярусов. И в каждом ярусе по 20-25 голов сидит. И если мы не будем вакцинировать, просто это все с пых не заполыхает. И еще получается так, что все молчат. У кого какие проблемы. А заболевания такие, что машина в той фабрике приехала, просто она заехала на нашу территорию. И птица может заполеть, если наша птица не вакцинирована. Тишина. Молчат. Приевает, приевает. Есть вопросы. Тишина. Ну, ты задавала? Задавала. Задавала. Ходила, спрашивала. Ну, люди... Ответы получала? Не всегда. И не вообще. От нежелания или от незнания? Прекрасно. Те, кто должен сейчас... А вот тут, скорее всего, это нежелание. Чего? А специалисты, которые нас учили? Их один будет. Слава, стоп. Ну, времени там у нас, к сожалению, было очень мало. Там настолько было плотно организовано, что вот занятия с 8 утра и практически до 7 вечера, почти без первого. Там уже выйти в город, темно, где что, кому и как. Получилось так, что заболели. Интересно так получилось. Заболели, пока ехали в самолете, летели, попростывали с соплями, извините, конечно, за выражение. Чихаем, шашли. Ну, что, холодно было в самолете? Ну, и в самолете было прохладно и, видать, где-то что-то подхватили. Вышли поискать хоть аптеку. Аптеки нет. Прошли 4 квартала. Где? В Екатеринбурге? В Екатеринбурге. Прошли 4 квартала. В Третье, что такое? 4 церкви, 4 независимые от храма, церковные лавки. Аптеки нет. Спрашиваем у людей, а где аптека? Не знаю, не знаю. Я говорю, наверное, первые люди спасают. Вошли в храм, ходили. Ну, потом уже спросили у гугла, гугл показал. Ну, в общем, вот так получилось. Слава Богу, получилось так, что напротив нашей гостиницы был музей Невьянской иконы. Вот я не взяла буклет, к сожалению. Там второобрядческие иконы с 16 в начало 19 века. Потрясающая красота. И вот это все открыто в свободном доступе. Бесплатно. Оказывается, это частный музей, который организовал мэр города Екатеринбурга. Вот это действительно проповедь в лицах, проповедь в иконах. Какие иконы? И отдельно там уголок сделан, икона и СССР, так скажем. Ну, оно так не называется, но разрубленные топорами иконы вот они стоят. Из икон сделаны сундуки, шкафы. Вот из икон делали, вот это все они отреставрировали и вот по ходу в виде изрубленным оставили, специально, как напоминание. Ну, вот, такие впечатления. Спасибо, Христос. А вопрос, можно ли, за какая-нибудь была от твоей поездки по информации, которую ты получила для работы? Да. Ну, слава Боже. Еще? Да, брат? Заминдуешь. Ну, давай. Чтоб курей, яйца сюда прям. Есть, регулирование. Слушаем, брат. Евангелие от Яна, 5 глава, 39 стих говорит, Господь говорит, исследуйте Писание, и вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют мне о Христе. И вот на днях, я читал поздно вечером, в среду это дело было, книгу пророка Ионы, читаю, ну и размышляю, и пошли, и говорится, мысли потоком. Ну, прочитал, мысли идут, пошел, думаю, надо ложиться спать, братья уже любви, пошел тоже, уже на третий этаж заложу в своей кровати, а мысли идут, думаю, записать бы их, а потом подумал, ведь неохота же слазить, уже залез на кровать-то, потом думаю, надо записать, то есть не могу успокоиться, думаю, значит, все-таки Господь хочет сказать, слез, давай записать, и пол первого только лег спать, то есть, как бы пример показывает, что иногда Господь побуждает, даже бывают такие моменты, которые ты не ожидаешь, и ты должен прислушаться, и потом можешь даже передать другим свои размышления, Господь сказал Иоанн, чтобы он шел в этот разращенный город, Ниневию, на примере мы видим, также в других городах, у нас в России, да и в других мирах, что Господь также верующих людей побуждает идти и проповедовать, то есть, возвещать людям о Боге, о спасении Его, то есть, чтобы люди обратились, но Иоанн и не пошел, как мы в дальнейшем видим в 4 главе, то есть, он там говорит потом, с 1 по 3 стих там, и мы Слово Божие, обычно разбираем, на 3 части примерно, это в то время мы разбираем события, как происходило, потом второе, это как в наше время можно его применить, и третье, как относится к моей душе, то есть, чтобы спасти ее, это пример, вот, первое, что мы видим, если бы Иоанна послушался Господа, сразу, то была бы одна глава, то есть, всего лишь, как Господь ему сказал, и проповедование, он бы сходил, возвестил, мы бы увидели обращение, всего этого города, их пост, молитва и обращение, то есть, в дальнейшем уже, конечно, там показывают, что, а есть, из этого что, не 4 главы, извлекли бы один урок, как хорошо слушать Слово Господне, и так мы видим, что бывает, когда мы не слушаем Господа, а так мы видим, что бывает, когда мы не слушаем Господа, в какие мы искушения впадаем, когда бежим от лица Господня, вот, и, так, как это применимо к нашей жизни, евреям 4 глава 12 стих, говорит, что, ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча, даю блюдо острова, оно проникает до разделения души, состав, души, души и духа, и состав мозгой, да, и состав мозгой, в Новозавете, мы неоднократно видим призыв Господа на благовестие, это, в Луке мы читаем 9 главу, это, когда Господь избирает 12 учеников, посылает их проповедовать подвое, та же Луки 10 главу, там уже убирает 70 учеников, посылает на проповедь, вот, и Матфея в 10 главе 32 стихе, Господь говорит, что, кто меня исповедует перед людьми, того и я исповедует, и отца моим небесным, и мы дальше, в дальнейшем видим, вот, например, Деяния апостолов, и вообще всей, так сказать, истории церкви, Господь посылает, истинно своих учеников, на проповедь, но и он и так сказал, говорит, как бы так, ты, Господи, знаешь сердца людей, и ты сам их спасешь, а зачем мне это идти, то есть в дальнейшем, когда он там, глава есть в дальнейшем, он как бы, Господь, ну да я же знал, что ты их все равно, с милостью, что не будешь ты этот город уничтожать, козлиться, за их беззаконие, он как бы, огорчен этим очень сильно, притом был, так и в наше время, человек верующий, бежит от лица Господня, и говорит, кого надо, Господь сам приведет в церковь, очень часто иногда это слышит из уст верующего человека, что зачем идти проповедовать, когда Господь сам приведет в храм человека, а там он все, как говорится, поймет, все осознает, покается, и будет ходить в церковь, спасет, ибо он знает сердца людей, главное быть чистым сердцем, это как мне одна женщина сказала, мы с братом Володей там на Урале стояли, и проповедовали, ну и плюс у нас книги были, Игнатий, продавали, на самом деле, для того, чтобы была причина, как вот брат стоял, ты возле этого дворца спортов, да, с книгами, точно так же мы с братом Володей выезжали, каждую субботу, с пищиком, и одна женщина пробегала так мимо, и говорит, а зачем, Биба читать, главное быть чистым сердцем, а мы так забылбались, ну вот ты же откуда-то ведь узнала об этом, что надо, главное быть чистым сердцем, и притом замечаешь, так, замечаешь, что когда верующий бежит от лица Господня, то он перестает молиться, как мы видим на примере Иона, это 1 глава, 4-5 стих, то есть он побежал от лица Господня, а сам даже, ну то есть, зачем, он же знает, что если начинать молиться, то совесть его осудит сразу, он будет исполнять волю Божию, при этом человек так ожесточается, что на него никакие призывы к покаянию не действуют, ни бедствия, что в дальнейшем произошло с Ионой, как на корабле из-за него начали люди страдать, он сам тоже, а он пошел спокойно и лег спать, то есть он даже крепко уснул, ну вот тут, что же мы смотрели-то, какой-то фильм, и там показывают, почему же, какой фильм, я сейчас не могу вспомнить, ну одним словом, во время штурмов, человек себя не может спокойно вести, его постоянно изнутри все это у него организм выбрасывает, то есть ему очень плохо, ему не доста до какого-то, а тут Ион спокойно пошел спать, так, ну он сам погибает, и других увлекает за собой, что именно, потеря страха Божия, почему от этого происходит, люди неверующие в истинного Бога, например, Иона, мы их в дальнейшем внимательно почитайте, еще и потом дома, пока вы обновите память, обращаются, молятся уже за верующего человека, то есть они уже там бывали, Господи, начали уже за Иону молиться, он уже им перед этим сказал, что я верующий в Бога, в истинного Творца неба и земли, что я бегу от лица Господня, то есть признался, и они начали уже молиться, Господи, что же нам делать-то, вот, ну не только Господи, ну они там призвали, именно написано Господа, призвали Господа уже, ну откуда они уже, он сказал, я служил Господу Богу, Творцу неба и земли, то есть я от него бегу, то есть он быстро не кричит, они сказали, что я не буду молиться, тихо, тихо, 1 Иоанна, это 1 глава 9 стих, и Иоанна 1 глава 14 стих, и еще, как говорится, это событие, подождите, даже это событие Сиона, это правообразовало смерть Господню, 3 дня был он в аду, там в этих, вне, как его называется, киты, в большой веке, да, то есть Иоанна была, а Господь в очереве земли был, то есть такое сомнение, как бы, это пророчество было, это бедхозаветник, сравнение, так же это событие, то есть ко мне, то есть третье, это уже, так как многие уже молились, это я уже неоднократно повторял, что это со мной, вот я лично в Иоанне увидел себя, то есть я тоже увидел, бежал от лица Господня, Господь назначил мне здесь, эту ячейку здесь находиться, а я бежал, то есть хотел вспомнить, Господи, ну зачем мне здесь-то находиться, когда тут такие общины, столько проповедников, а на Урале-то сколько их там, раз-два, кажется, я обчелся, я побежал туда, я-то лучше знаю, чем Господь, как бы такой можно заключить, пример, хотя я так не думаю, вот, я так же так, я так же дошел до глубины своего падения, то есть перестал молиться даже, как Иоанна же, просто убежал, и даже не молиться Богу называет, ну, Господь помиловал, как Иоанна попала в чрево кита, и там он замолился уже Господу, в принципе, покаяние принес, пошел все-таки потом, что Господь его, и он пошел потом, после этого проповедки Иоанны, это Неви, даже и у меня было, то же самое, воззвание, я вспомнил 50-й псалом, 13 стих, что Господи, лиши меня Духа Твоего Святого, и стал молиться, ну, и плюс молитвы, конечно, всех святых, до Бога дошли, из этого сделан вывод, будешь слушать Слово Господне, и понесешь его другим, то спасешься, а не будешь слушать, и другим проповедать, то погибнешь, ну, это на словании Слова Божьего мы видим, то, что, наверное, правдно говорится, все по Богу. Спасибо Христос, брат. Спасибо большое. Поблагодарим брата за то, что он напомнил нам, чтобы мы внимательно слушали голос Божий. Вот брат сейчас привел такой пример, пример для подражания. Из своего опыта скажу, что я тоже слышу такое, вот бывает, когда особенно углубляешься в Священное Писание, и начинаются мысли, или какой-то стих не понимаешь, остается где-то там в подсознании, работа идет внутренняя, и потом в какой-то момент начинается как бы вот разговор с Богом, или Господь говорит, рассказывает, открывает тебе смысл того, чего раньше не понималось. И хоть, вот как Володя говорит, хочется прямо записать это, а вот леность или что мешает. И потом думаешь, ну потом, ну потом, ну потом оставляешь, а потом, конечно, все это уходит, теряется. И потом сожалеешь о том, что не сделал того, как вот брат сделал это. Так что будем подражать этому. Когда услышим голос этот, внутренний голос от Господа, чтобы мы сумели преодолеть свою косность, леность и другие какие-то наши нежелания исполнить призыв этот. Еще у кого есть чем поделиться, да? У меня на этой неделе было два события, связанные с раздачей книг нашими братьями. Один, к сожалению, печальный, другой более оптимистичный. В воскресенье мы возвращались пешком, редкостный случай, когда я шла с храмом пешком, по Ползунова, и недалеко от Валера на крыльце лежали два Евангелия, замерзшие, красные. Вот такие вот. Причем низ этой книги был вмяты камешки, то есть видно на них сидели, подкладывали, чтобы посидеть. Мы, конечно, подобрали эти Евангелия, но я думаю, что надо все-таки с людьми разговаривать, прежде чем раздавать такие книги, потому что реакция у людей разная. Но это печальный случай. Иной, более такой веселый. В понедельник меня вызывали в налоговую на допрос по работе. Зашла я в кабинет, девушка сидит, она долго в компьютере копошилась, мне делать нечего было, я начала рассматривать соседние столы. На соседнем столом стоит Евангелие, синенькое. Вы раздавали синенькое Евангелие? Братик, где вы? Да. Маленький. Маленький, синий. Мы на Росдавале. Нет, это те гадающие. И стоит икона. Я говорю, ну пока она там занята, ищет шаблон допроса, я говорю, о, у вас, говорю, Евангелие посреди стоит. А у него так прям заходишь, и прям действительно в середине кабинета иконы и Евангелие. Я говорю, вы, наверное, в обеденный перерыв все собираетесь, дружно его читаете. Она говорит, да что вы, это вот мальчик у нас ходил на крещение, и мы подарили на 19 января. Я почему-то подумала, что это... Ну, баптисты есть. Баптисты, мы не наши. Но они позже на этих его нас стоят. Ну, синий, маленький, который раньше не было. Они позже у нас есть, чтобы мы... Ну, чтобы как-то поблаговедствовать ей маленько, я нашла тему для меня, как кажется, как для нас, для нее, и для меня, для финансистов похожее. Это касаемо Вестины. Вот. Ну, она ходит в храм, мы так маленько с ней побеседовали, пока она все готовила. Вот такое, наверное? Да, вот такое вот, Евангелие. Ну, в общем, в налоговой, но тоже есть. Ну, по-балилуям, сестра от благоведствования, да, в налоговой. Ну, почему даже? Там как раз не нужно благоведствовать. Пока это все не ушло. Володя пример показал, вы сказали об этом, рекомендовал бы, чтобы, я думаю, все читают у нас Слово Божие, все до единого, и у каждого Господь просвещает. Вы обратили внимание на то, что это надо записывать, а я хочу обратить внимание, что это надо еще и высказывать, эти мысли, понимаете, есть две части, ты можешь записать, а можешь высказать. И вот чтобы не в воду в ступе толочь иногда о чем-то говорить, а просто встать, как Володя, и своими мыслями поделиться. Причем, из раза в раз это будет более профессиональней. А Володя такое, чтобы ты еще на компьютере набрал бы и прочитал. Мысли хорошие. Да, конечно. Каждый из братьев, если даже сестер, может выступить, читает Слово Божие. Мысль... И просто на самом деле очень интересно послушать эти мысли, потому что мы наполняем своим святоотеческим толкованием, постоянно на проповеди у нас на Златоуста. Другие читаем проповеди, других святых отцов есть. Ну, это может быть где-то в другом месте. Но интересно еще рассуждение самих живых. Как живые камни устраиваетесь дом духовный, говорит апостол. Как живые камни. То есть Бог просвещает разум. Но если человек не скажет что-то такого совсем необычного, то это примется. А если это что-то будет какое-то такое, это можно действительно обсудить тут же прямо на собрании. Это будет интересно. Такое предложение, чтобы на следующее что-то кто-то подготовил. Ну, лично Господь меня иногда просвещает тоже. Но, к сожалению, я не высказывал эти мысли. Вот брат показал этот пример. Ну, я закончил. Кто хотел бы выступить там еще? Дай, Людмила Степановна. Я просто хочу сказать, вот Игорь подвиг меня как-то к этому. Но я вот последний вот к посту ближе я стала замечать за собой, когда я молюсь, допустим, утром и там, по утрам особенно долго там, и я заметила. Думаю, ничего себе, что-то я совсем как изменилась-то. Вспоминаю сейчас пост, что приближается, я вспомнила, как во время поста как мне Господь открывал мне сердце, открывал мне какие-то такие, какие-то тайны такие. А здесь, думаю, я и стою, и жду, думаю, а что это мне не открывает-то это Господь сейчас-то? Почему-то я так это затвердела? И у меня такой вот какая-то уже тоска. Думаю, хоть бы скорее пост-то начался, что ли, чтобы я опять так чувствовала Христа, чтобы я чувствовала Его вот какие-то, ну, вот что во мне в сердце как-то поднималось, близость Его. Я потеряла, вот я чувствую вот это, я вот сейчас Игорь так сказал, и что, ну, нужно сказать. И я себе замечаю вот несколько уже воскресенье, ну, несколько уже это, раз я себе заметила. Вот у меня точно такое же, такое тоска поблизости к Христу. Да. Я хочу сказать, что вот Игорь хорошо высказывал. Ну, да, да, это понятно. Но все свои вот эти мысли нужно высказывать, чтобы упорядочить их, чтобы можно было высказать, на занятиях. Оставайтесь, вот сейчас, как вот есть нас сколько, все останьтесь на занятиях. И милостью просим, сейчас начнут, потекут реки у нас, и все. Каждый, пожалуйста, начинайте говорить, тем более мы сейчас такие интересные места проходим, послание Святого Апостола Павла. Это вообще там, ну, растекитесь водой прям. Целое. И все. Оставайтесь все на занятиях. И, во-первых, на песнопение. Сейчас брат Виктор, возьмем гитару, у нас тут есть, чтобы спеть. Попоем. Сейчас спою. У меня тоже по поводу откровений, вот интересно, стоим с ребенком, молимся, Игнать Тихонович, молитву, которую дал, и в конце руки поднимаем, и потом, и спрашиваем, что Господь на сердце положит. И вот она, когда у меня старается, вот молится, я замечаю, раза два в неделю у нее бывает, говорит, мама мне, говорит, ангел, я чувствую вот этого цвета, я чувствую, говорит, и он мне говорит, не бойся умереть, говорит, в раю тебе, говорит, будет очень хорошо, не бойся умереть. И вот это вот, не бойся умереть, вот постоянно, в течение уже месяца два, наверное, что, не знаю, вот, не знаю, не знаю, какое-то такое вот откровение. Царство в небесное. У меня, если бывает, но псалмы Давида почему-то вот приходят, отрывки из псалмов, по нашему, по нашим грехам. Но, вот так он, знаю, как к этому относиться. Еще кто поделится? Чем было такие вещи. Доброе. Я хочу поблагодарить Господа за услышанные молитвы о тех людях, которым я подал соблазны, они какое-то время не были в нашей общине. Я хочу попросить прощения у этих людей, у Раисы Николаевны, у Елены. Но я молился, Господь услышал молитвы, и люди эти сейчас с нами. Аллилуйя. Я прошу всех тоже молиться. На крылях молитвы. И хочу поблагодарить вас за молитвы о моей машине. Машина куплена, переоформлена. Слава Богу Аллилуйя. Не сам я купил за 143 тысячи рублей. Молодец. 2001 год. И привез нашего друга, Мохнатого Благовестника. Я сейчас его привезу. Здесь? Роганчик. Люди отмечают какие-то даты. Рождение человека, революция, различные события. Есть временные, есть долгосрочные даты, а есть эпохальные. Все ли знают, что 2016 год есть почти круглая дата, как была переведена Святая Библия на русский язык 140 лет в этом году. Об этом не все знают в мире. Но это событие изменило жизнь миллионов людей. бесчетное число вошло на небо благодаря этому событию. Больше всего препятствовали переводу Библии, митрополиты, епископы. Так, подожди, 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 подожди. Потом он подойдет, вдруг может. Я долго искал ответ. Почему они так препятствуют? Даже император ничего не мог сделать. Такая была реакция. А, это масоны, это библейское общество из Англии. Народ не должен знать Библию. И, наконец, я себя нахожу, митрополит один говорит. Написано с тех времен. Он императору подает записку. Библию переводить не надо. Ее все будут понимать. И в стране произойдет революция. Люди поймут, что совершенно неправильно живут. Не туда идут. Это умышленно держали народ во тьме 900 лет. Это ни день, ни два. Какие притчи парисея и мытаря? Но она была переведена. Враг не дремлет. Сегодня на перевод этой Библии синодальной он называется снова нападки от людей, у которых микроскопические знания языков. Они по словарю едва находят это слово. Русский перевод, который мы называем синодальным, это один из самых лучших переводов в мировой практике. И с ним практически ни один перевод не может сегодня сравняться. Где переводы были сделаны, даже самый хороший перевод на английском короля Иакова или у немцев перевод Лютера, они заново и заново переводят. У русских стоит незыблемо. Совсем недавно встречаются митрополиты Ларион Алфеев, просто правая рука патриарха Кирилла, Ириховский. Это депутат Думы от сектантов. И они рассуждают о Библии. И даже этот протестант говорит, каким он авторитетом пользуется, что время не влияет на язык. Язык сильно меняется быстро, но он замер. Возьмите Пушкин язык, язык Державина, о котором он писал «Старик Державина заметил и в гроб входя благословил». То есть это рядом, сумароков это все рядом, но это совершенно другой язык. Почему? Библия вышла на арену. И тут Пушкин и все почему он последний год буквально Евангелие не отпускал со стола. А до этого вся жизнь вертопраха юбошника прошла. Как пишут сейчас заголовки «113 любовниц Пушкина». Я до кухарку мимо не пропускал. И только Слово Божие подводит итог. Знаешь ты с Бога или нет. Почему? Когда выбор дается человеку, вот я вспоминаю, пришлось читать проявление Берсиа, был такой сильный проповедник времен Парижской коммуны во Франции. И 2000 лет человек был и задан был вопрос. Графа Монте-Кристо знаете, как он был взятый? Взят навсегда, никогда не выйдет. Вы сегодня арестованы. Какую книгу возьмете с собой? Ее нельзя заменить, нельзя обменять. У всех 100% ответили в Библию. Святую Библию. На заголовке так и пишется Голе Байбл. Святая Библия. Библия. Святая эта книга. Посмотрите, как Бог нас удивительно возлюбил. Найдите у православных такие собрания где-либо, а если не знаете, назовите, я для интернета это говорю, попутно. Где, чтобы, как Андрей Кураев говорит, такой пиетет к Священному Писанию был, как у нас. У нас все четыре стороны помещения, все абсолютно Словом Божиим испещрены. Вера не от того, что я знаю, что есть Христос. Я знал с детства, что есть. Даже знаю, что Христос есть и знаю, что Он воскрес. Я вот такое еще говорил, Христос воскрес. Но я не знал Слово Евангелие. Я его не слышал и, значит, ничего не знал. Жил и захлебывался в грехах. Хотя не делал то, что люди делают. Парисеет он за собой не может смотреть. А потом, когда Бог открыл, я увидел хуже мертвеса с отлевшего. Поэтому запомните два слова Христос и Библия. Они неразрывные. 140 лет. Повторяю, если кто не знает, как тщательно переводилась Библия. Четыре духовные академии. России занимались переводом. Переводчикам тем нет равных сегодня. Их нету. Просто нету. Может быть, какой-то Милор Суруа еще на испанский язык может переводить. Севрейского языка переводили. Препятствовал этому Фиопан Затворник. Сторонник русского языка. Он хотел, чтобы переводились септуагенты. А септуагенты перевод 70 он севрейского. А теперь любая ошибка считается за оригинал. он ее снова переводил на русский. Но переводчики не пошли этим путем. Он говорит, измассоветились все. Массоветский перевод. Только с еврейского, с оригинала. Попутно смотрели септуагенты. Симмах, Феодатион, Акила, переводчики. Затонус выходит четыре перевода у него было на кафедры. Переводили которые на греческий язык. Латинский язык сравнивали с разными языками. Как переводится это слово. Как говорили проповедь на это слово. И латинский, и арабский. Четыре духовные академии. В Синоде, Петр-то отменил патриаршество. Было три дня присутственных, когда собирались, какие-то важные вопросы решали. И один день из трех дней был посвящен разбору поступающих переводов. Из участника перевода двое канонизировано. Один из них Макарий Глухарев Архимандрит, который трудился здесь, среди аэротов. Алтайцы. Горный Алтай. И другой митрополит Киларет. Два в Царской России издавали только Синодальды. Это 77 книг. Во время советской власти при всех патриархов, практически при Алексее Первом, при митрополите Сергии только не было, все издавали Библию, потому что по благословению его другие книги уйдут, а это есть. И все знают, был такой патриарх. Но не писал один, потому что не знал, что будет второй еще. Пимен. При нем вышло везде, и остались в Библии Пимена. Дальше был Алексей Второй, в Библии вышли. За рубежом это только Синодальный. Я оттуда привез одну Библию, она у нас находится где-то здесь. Все протестанты, повторяю, баптисты, пятидесятники тогда были, сегодня харизматы, адвентисты седьмого дня, все только Синодальный перевод. и сегодня православные больше всего начинают людей убеждать, что перевод не точно не хороший. Я привожу просто неоднократно это уже, когда мы беседовали с Александром Менем, с евреем, это энциклопедист самого высокого уровня был. Такие у него знания были. Я говорю, вы работаете с оригинальным, на еврейском языке? Да. Ну а переводчики какие были, так как Хвольцин, Давид Авраамович, крещеный еврей, выпускник Лейпциевского университета, принявший православие. То есть это выстощайшее знание. Я говорю, вы могли бы переводить, как вот Хвольцин переводил, или папский, Герасим Петрович, который издавал учебники на еврейском языках? Мы как сидели, он так отшатнулся, да вы что? Да никогда. Он еврей, знает еврейский язык и не постигнул даже не то, что он, ну я не хочу себя выставлять, как пытается сегодня сказать. Он действительно, я его глаза видел, он даже испугался. Неужели я мог его сравнить с таким переводчиком? И просто нет таких. Эпоха другая была. Какие были тогда знания? Ну вот какие были врачи и какие сейчас? Ну что сравнивать? Даже в наше время разные люди были в армии. А детопщине мы даже не слышали. Тем более в армии Суворова. И что сегодня делают? Коран перевели. Так точно и переводчики. Я прошу, настаиваю, умоляю, если бы мог, когда я сказал, заклинаю, никакие переводы больше не берите даже в руки. Читайте синодальные. Люди, которые говорят, надо делать другое, они ничего не знают, они его не знают. Но если ты знаешь наизусть десятки мест, и даже одно слово не там стоит, ты сразу поймешь, не то. для глухонемых все крупно напечатано, когда много было глухонемых здесь. И там псалтыр, апсалтырная, которая пестопения. Я взял руки, смотрю, хорошо, знаешь, кто делал это? Я гляжу, перевод не тот. Я сказал, в храм больше даже не заносите. Проверить никакой возможности нету. Зачем коверкать? Они этот перевод берут и более такие вульгарные слова вставляют. Зачем? У синодального перевода качество пренебесное звучание, полное соответствие тексту. И даже если в греческом не так, в скобках берется. Жил 250 лет в скобках 175. Видели, как два варианта? Даже это они старались сохранить. Это первое. Нигде не позволяйте, когда будут говорить, что неточный перевод точнейший. И точнее его просто невозможно перевести. Иначе Господь бы вмешался. Как так? До революции, после революции, за границей, все протестанты, все издают только на этом. Баптисты сколько издают? 11 книг там нету, канонические книги. Но на первой странице написано синодального перевода. Держитесь за это. Я недавно слышал рассуждение людей, которые просто страшно сказать. Знания просто молекулярные. И вот они неправильно ведутся за ветром, и так-то, так-то. Ты посмотри на себя в зеркало. Какие твои знания? Лицо искаженное интеллектом или нет? Обезображено? Ну я мытарь фарисея, как фарисея, я на стороне фарисея. Хочу пояснить то, что нету святых отцов. Они пришли в храм. Здесь не сказано, что фарисей был в одном месте, а тот был в другом. Фарисеи это православные, это старообрядцы. Они все прибавляют. Прибавляют. Почему? Ну если написано вот так-то, ну а к этому маленько добавят. Вот Христос желчь подали ему. Желчь смешанная там, уксус. Желчь. Все. Какой? А это свиное было, и потом мы свинью можем есть. Вот на такие места смотришь и все объясняет все как надо. Добавлять. Добавлять. Если два дня он постился, то у нас больше половины, ну 365 дней раздели пополам, то уже 180 уже попадают. Еще дальше. Так это еще не все. Еще Иоанну голову отрубят, и это поститься будем. Крестом подняли, тут будем поститься. Да накануне интронизации императора еще постили, с женой нельзя было быть вместе. Вы еще все не знаете. Мы не фарисеи, мы супер фарисеи. Но был один фарисей, рожденный от фарисея. И вы его все знаете. Его назвали Шаул. Это Саул. Саул. И вот он стал величайшим апостолом. Значит из фарисея возможно получить апостола, а из Саддукея ни одного. Саддукея это протестанты, сектанты. Они все вырезают, от Библии вырезали, это не надо. Ну что говорить там, ну как Саддукея это, как эти самоляне. Они признали только пятикнижи Моисея. Все на этом закончилось. Так вот где был в это время фарисей? Фарисей знающий закон, платит платит десятину, у него все в порядке. А Саддукея там нету. А кто? Мыталь, ну ладно, налоговая инспекция, налоговая полностью идет под нож. Вот он вдруг одумался и вдруг зашел. Мы не знаем что было дальше. Вот это внезапно вспыхнуло, а земля рядом камень. Вот это и есть. Вспыхнул, где он дальше пошел-то? Он ушел с работы со своей, где брал налоги. Работал в еврейском банке здесь. Ты ушел с этой работы или нет? Или как жена помогаешь больше грабить русский народ? Ты до конца разговор-то продли. Слово Божье живо и действенное. Войди в эту структуру самой притчи. Кто ты? Парисей или мытарь? Еще не знаю как мытарь или мытарь по-разному говорят. Но дело это еще в общем, что они могли вполне встречаться где-то. Если парисей законов послушали, он и налоги платил. Значит они может не раз встречались и здоровались. И кто-то кому-то завидовал. Почему у них не произошла беседа? Парисей все себе делал. Это настоящий старовер. Кому надо тот и без нас придет. Лежало тысячи лет пусть дальше лежит. Это твой гражданин, это еврей зашел. Почему ты с ним не побеседовал раньше-то? Почему ты не рассказал ему, что нельзя жить на одном воровстве? В конце концов подавишься как Березовский и все останется. У нас интересно проповеди затауста подряд. Считают три проповеди только о том как не надо любить деньги. Хорошо, что мы этой проказой не заражены. Свободная. Нам помогли кое-кто освободиться от лишних денег. По налогам, за квартиру, за электричество, за транспорт, умилищие где-то. Ну и благодарение Богу. Мы по крайней мере уже не попадаем в богатые. Если дальше продолжить разговор с ними, теперь они вышли оба. Слово Боже живые действия. Оно переходит к нам в Барнаул. На сегодняшний день, сегодня, кажется, 21 февраля, тут своя дата уже рядом, 23-го, как мужик мужика побил и будут праздновать. День Советской Армии. Дальше они вышли. Почему нет нового программы? Ни проповедник об этом не говорит. Мы можем мысленно продолжить. Они остались здесь. Когда обличал Господь, обличал только притчей. Это нереальные были люди перед ним. А просто вот такой сорт людей бывает. Но если бы это было сказано, конкретно стояли бы здесь, вот в Италии существует, и фарисей существует, им бы было сказано, и фарисей бы понял, я так много добра накопил, вы не думайте фарисейство, это плохо. Это господствующая была группировка, это православная, супер православная. Все исполняет, посты соблюдает, десятину точнейше платит, но они копейки больше. Ближнего рядом он не увидит, он знает от и до. А почему тебе не платить три десятины? Как Тавид, 1 глава 8 стих. Одна десятина по закону священства, вторая на милостыне, а третью ускоршение храма. На милостыне ты можешь хоть десятин ложить туда. Ты дальше это рассуди. Вот они бы выходят. И обоих в уши попало, а этот пошел более оправданный. Более, но не означает, что второй был неоправданный. Иначе было бы сказано, этот пошел оправданный, а этот провалился. Ян Златоуст говорит, корабль груженный был сокровищами у фарисея. Все правильно делало. Но днище было пробито. и корабль пошел ко дну. А какое днище? Какая дыра? Ну, может быть у нас нет этой дыры? Еще не проваливается туда? Рот, язык. И при том заключалось в уничижении. Он не осудил того, который там сидел, подошел и сказал, скажи, ты налоги берешь. А почему ты больше берешь? А куда это деваешь? Если 80, напиши 100, пиши 80, 100, пиши 50, там один был такой управитель. Разговора-то там не было. И бил себя в грудь. А теперь вышел парисей и сказал, что я наделал-то? Я того не обречил, а который кается, он теперь не тот, он другой, бог его оправдует. Будь милостив, то есть кулачный бой, на себя перевел парисей. Здорово получилось бы. А мытарь-то мытарь-то пошел бы. сказал, итак, ты платишь десятину, а я паразит не плачу, святотатис, ворую. Почему мы говорим, кто от нас если уходил, возвращается, узнаете, сколько месяцев были, и заплатите там, не нам, мы за деньгами не гоняемся, мы заботимся, чтобы у нас ворья не было. Ты видишь, вора, и сходишься с ним, Господь говорит, это вор ухрал у Бога, не надо доказывать больше ничего, и мы должны твердо держать эту позицию. Мы не о себе заботимся только, но и о той душе. И вот этот вышел бы и сказал, а как ты платишь, а как ты вечером начинаешь поститься, или в какое время, сколько доброго он мог бы взять у фарисея, и, видишь, из мытаря этого получился апостол, ну, хотя бы 6-70, это вот все надо увидеть здесь, в этой притче. А тут все, ну, я как мытарь, фарисей, закурил и пошел. Бьет кулаком, а в руке папироса не погашенная. Бьет себя в грудь, а я не такой. Все, оттаник мани пошел сегодня. При живых женах епископ разрешает еще одно число расскажет разводиться, а еще дал справку, все разведенное. А другой все, нет, а пусть там приезжает, мы тут знаем разводную, мы сделаем. Любой развод. Причина развода только одна, одна единственная, вы знаете, Матфея 19-я. Сегодня в патриархии 12 причин придумали. Жена рехнулась, ну еще и дальше повторять не надо. Это все Бог утверждать должен. Феофан Затворник говорит, священник благословляет и говорит, благословляю, а Бог говорит, я не благословляю. Что там будет утверждено? Тебе не надо доказывать. Вы благословляете, а Малахия говорит, я проклинаю ваше благословение и уже проклинаю. Да вы что проклинаете, вы что? Не, я говорю, это Малахия говорит. слова Бога и Еговы. Не надейтесь на это, храм Господень, храм Господень. Не останется камня на камне. А они стояли в храме, этого места не будет. Вы больше встречаться не будете здесь. Советская власть разгромит, и Гитлера они не нужны. А вот теперь вы в ГУЛАГе встретитесь с Парисеем, и Тарь. Я к этому подвожу, мы стоим рядом. Что нас ждет? Я последние дни не знаю, почему так вот внутреннее побуждение искал и нашел в интернете. как обращались с пленными русскими конкретно, чтобы люди, которые там были в фашистском плену, сейчас напечатали, нашли немцев, которые были в советском плену. И как они вспоминают друг друга, и что, везде был тоталитарный режим. Но везде Дух Божий действовал, они говорят это. Большие передачи, без слез нельзя слушать. Как барак, бараки, по 60 человек каждый день умирало. С немцами как обращались, как русских было. А то мы говорим, первые 4,5 миллиона попали в плен. В мировой истории не было, что первое место войны столько пленных было. И Сталин всех признал изменники. Единственный выход был только застрелиться. во всем мире было не так. Война кончилась. Немецких солдат в плену оказалось 11 миллионов. 11? Ну, все они бежали туда, на запад. Там по-другому. Быстрее дай домой. А здесь в гулаг не выходили. И как мы идем по дороге, никому не разрешали, что бросили. И знали, если узнают русские, какие русские добрые люди. Они пылью присыпали разные картошку, там что-то, закрытая тряпочкой, чтобы мы, говорит, успели взять это. с голоду умирали. Чем занимались? Что ели? Опускались в помойные ямы и искали. Людовецство начиналось. С русскими что было? Точно так же немецкие эти унтерменши русские не считали за людей. Сегодня говорят, вы не знаете цифру? Когда подходили к Берлину, видимо, от Жукова это сегодня прячется, это был дан указ. Нам нужно взять город, взять любыми путями. Полмиллиона положил у стен. Еще бы недели, ни одно лучше солдата могло не погибнуть. Началось за счет лет. Сталин сказал надо выполнить. Дата. Первого мая не сумели к этому. Полмиллиона тех, которые прошли всю войну и погибли там благодаря самому кровожадному маршалу, как пишут сегодня. Солдат не жалеть. Бабы нарожают новых. Солдат не жалеть. Это его логинь был. Не жалеть. И, видимо, было пообещано. Город отдается на разграбление. Сегодня говорят, что она в течение месяца. Может быть и больше. Насилуйте кого хотите. Насиловали и убивали. Убивали и насиловали. И сегодня все это вскрыли. И говорят те женщины, которые попали. И советские, русские сейчас соглашаются. так, был такой указ, приказ. И что они делали? Сколько же насиловали женщин? Сегодня речь идет о 100 тысячах. Не смотрели ни на возраст, ни на что. Отдано на разграбление, на убиение народ. И посмотрите сайт немецких фильмов, когда приходили немцы, заходя, захватывали. Насиловали или нет? Практически ни одного случая не знают. Не знают. Он мог ей давать подарки, пока она не согласится. Почему? Сразу расстреляют. Ну, Ермак. Помните, фильме там написано? Степанов его играет. И такой был там изнасиловали. Мешок его с камнями и все. Вертыши утопили. То есть приказы были разные. Нам есть в чем каяться. Мы мытари или хорисеи. Если мы православные, давайте мытари научимся бить себя в грудь. Перед всеми. Почему Папа Римский принес покаяние перед евреями за все гонения? Почему наши патриархи никто не приносит? Покаяния у патриархии вообще никакого нет. Они гнали сектантов, литеран. Папа вышел конкретно поехал в Израиль попросил прощением. Здесь просил прощения. Перед всеми. У патриархии вообще покаяния нет. Зарубежная церковь в прошлый раз мы считали принесла покаяние перед старобрядцами. Мы возгнали. Как же это гнобили. Люди предпочитали лучше сжащи, чем руки этим извергам отдать себя. Покаяния это нет перед старобрядцами. Зарубежная церковь принесла покаяние не потому ли нас посигала революция такая что мы возгнали и за это теперь отомстилась нам вот ведь как это все написано в Кистину Православии там подписи всех ептихи там можно увидеть даже где помолитесь об этом что Бог дал покаяние иерархии сегодня эфир наполнен что встречался патриарх с папой я не знаю что они на меня все выходят ставят ролики ну а дайте ответ дайте ответ ваше мнение какое вам мнение я только одно говорю патриарх не сделал ничего открыто такого за что можно было его судить а что они за закрытыми дверями говорили мы не знаем вообще не подсудно боятся католичное это уж все католичное вот это крещение без погружения это чисто католическое бреются священники это католическое причащается хоть каждый день это католическое а католичию это некого уже что вы боитесь патриархия всосала в себя зарубежную церковь и растворилась сегодня католичество всасывает в себя патриархию нужно только молиться за патриарха и чтобы как-то все-таки обошлось как-то другие выступают сейчас монахи монахи поднимаются патриарх встречался не просто с кем-то а по всей вероятности со статаной вот как мы далеко это зашли какие мы хорошие мы не парисеи мы не парисеи говорим о папе который пешком идет по Ватикану у которого ничего нету это бог им дал такого но бред я конечно его не могу согласиться с этим но однако он показал идет там где патриарх может и никогда не пойдет а пример можно взять кто из них будет фарисей кто мытарь понимаете примеры эти разрастаются это широкий спектр но все-таки кем лучше быть лучше конечно быть мытарем это так понятно если он превратится такими же качествами как а если нет он вышел побил себя в грудь вышел пришел исповедовался и нормальный батюшка накрыл его все иди делай новые аборты эпидемита нету каноны отменены и православия практически нету каноны делают православным каноны книга правил а они ее ни во что не ставят до 30 лет почти всех ставят священники 18 летний уже это может и романахом быть нам есть о чем думать я к одному призываю чтобы нам быть настоящими фарисеями которые раскаялись приняли лучшее от мытаря и быть мытарями который принял самое хорошее от фарисеев и тогда у нас не будет разделения вот это хорошее а это плохое мы будем все одинаково оправданы Богом очищены которым дьявол написано не прикасается и верующий во Христа не делает греха он не может его делать он не способен к этому если упал он отряхиваться будет а свинья нашла она легла и лежит ее природа овечка не может это так Сергей у меня где ну давай потому что у нас есть некоторые новые люди которые кое-что еще не знают я хочу показать друга своего по-другому не называют звать его ураган мы с ним проехали практически 120 тысяч километров это по земному шару объекта вокруг экватора то есть он купался у нас и в тихом до Атлантического океана дошли Черное море из Турции Каспийской Азотской в Дону где только не было мы спали спокойно а с пуссонным человеком бери его голыми руками а тут нельзя было подойти а в Армении все ваши? да он там купался плавал мы все засняли я сейчас покажу вот это ураган я считаю такой собаки не было чтобы столько проехала на благовестие и охраняла и вряд ли будет когда-либо он сегодня является чемпионом России у него медаль есть по защитной караульной службе там я сейчас спрошу еще каким у нас был особенно в Румынии когда цыгане нас окружили ничего нельзя сделать я только его вывел как он наряху все чисто ни одного нету там ребятишки приспособились брать налог с тех кто приходит Дань Исак нельзя я снова за собаку все ни одного нигде нету он знает драться я не буду палку вышел не буду а собака собака это другой вопрос так потом детям подведете покажете сейчас научиться надо быть благодарным у меня нашелся тот кто в заключении был меня спас диспансер затащил слова Владимира Васильевич он получил книги Сергей ну-ка где он да где он ой 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 ну-ка вперед дай коня нет сюда место вот он не ходит так место вперед так лед посадите лед так леди ох погребу вот так пожалуйста дети посмотрите какая красота посадите там где еще девочки посадили сережа посадили конечно сиди посадите посадили а где другие еще девочки уехали уехали так лежать а ну-ка дай голос вот это врага наша поездка могла бы закончиться уже на первом повороте нас что говорили он боится так он боится может это хрящить и будет больше чем он говорили как трудно проехать по Скандинавию какие требования у него щип он защип он защип это единственный пока у нас которого щип он не боится антихриста такой смелый говорят 666 боятся у него все так посадите посадите что посадите у него посадите поздно заяц ну что все ко мне во мне со так как поздно посадите садим сиди задне сиди за Зайц. 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 Тяжеловатый. Будете когда молиться о миссии нашей, поблагодарить Бога, что Бог создал такое животное. Вот он, ну, корова промыщала от замок, а этот голос какой-то зычный, ну, как настоящий милиционер кричит. Почему называется мильтон? Должен голос быть зычный такой, как у проповедника. У собаки нюх, вот нам не нравится запах какой-то, тлен там, у него нюх развитый в 12 с половиной тысяч раз лучше человеческого. В 12 с половиной тысяч раз, это уже опыт. А у вороны в несколько раз лучше, чем у собаки. А у бабушки в несколько раз лучше, чем у вороны. Ну, бабушку с тобой не возьмешь, ворона может договоровать. Двенадцать с половиной тысяч хватает. Будешь кормить собачку? Собачку хочет покормить, ходит. Ну, как початка. Кто хочет покормить собачку? Коль, ты коль. А она не укусит? Не укусит? Нет. Надо тянет руку, дядя Сережа. Так, а где у нас это? Это фотография. Папочка. 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 Вот этот цвет называется чепрачный. Рыжий, это рыжий, а вот этот черный, чепрак. В Англии проходили соревнования на память. Какая у них память у собак, умный или неумный. Мы испытали мужчину и женщину. В среднем женщина 25% глупее мужчины. В среднем. Самая умная собака вот восточноевропейская. Она везде. И в охране, и у милиции, и у полиции. На границе только эти были. Сейчас разные уже собаки появились. Но он по-прежнему держит первое место. Тут называют... Какие награды? А у нас называли, если больше 68 сантиметров, восточноевропейская. О наградах расскажи. О наградах. Чемпион России по современному двоеборью. Чемпион Сибири по защитно-караульной службе. Второе. Серебряный призер по защитно-караульной службе Алтайского края. Чемпион по общему курсу дрессировки Барнаула. Чемпион мира по благовестию. Это неофициально. Благовестие. Уже вы как благовестие. А здесь там знают, что они знают? Кто? Ваши там собаководцы-то знают? Да, да. Игорь Динович, так что получается, в раю-то будут же животные, и вот в овчарке будут как он, да? Да, чтобы вам сказать, будут в раю животные. Будут голуби мои. Написано, говорит, вся тварь совокупно ожидает усыновления детей божьих, и сама будет освобождена от рабства тлея. То есть в раю были животные? Да, были. Конечно, не сто пород. Корова одна. Одного она была. Быть корова. А сегодня сортов сколько? Куриц там, гусей. Значит, что-то по-другому. Но тварь будет. И кто видел-то райские птицы, райское пение, даже видели. Передать, говорит, это невозможно. А сколько это будет лучше? Они тоже тлевные умирают. У меня вот живет... Сейчас, Сережа, можешь взять его сейчас? Ураган благовестия. Да. У меня нынче живут голуби в комнате. И вот новые данные, которые я в интернете не нашел. Вот интересно. Почему в комнате? 10 января у меня вывелись они. В комнате. В комнате. Но у меня две коробки. Вот такой высоты одна и вторая такая. Там она парит, а здесь прогулочная. А потом все застилаю, а они гуляют. И сегодня исполнилось 40 дней, как они вывелись. Совершенно беспомощные вот такие вот, ну, какое там яйцо-то. Ну, вот, уже где-то неделю они у меня летают совершенно свободно. Два. Но вчера невозможно только спать, ложиться. Какой шум поднялся там у него. Где он? В комнате-то. Пришлось открыть. Я только чуть-чуть приоткрыл. Они как ломанулись оттуда, молодые. Отец им сказал, хватит на хлебниками. Прощь отсюда. У меня жена в роддоме завтра рожает. Я с вами, паразиты, им буду сколько возиться-то. А он кормил их за рта. Они два дня начали только есть. И сегодня должны у меня вывестись. И он накануне их вышвырнул. И они ночевались сегодня на втором этаже. И он вышел маленько, поговорил с ними, но уже назад не пускают. У меня новое поколение растет. Оказывается, ровно на сороковой день он с ними расстается. И поэтому кормить, когда дети растут, балбеса не надо до 30 лет. Маленько пораньше надо его отпускать плавание. А срокилом гето не знаешь, что и раньше-то. Не знал. Это нигде не написано. Губа. Я не знаю просто этого. Что он именно расстается с ними. У нас всегда уже связи никакой нет. Вот что я хотел вам сказать. Спасибо, Христос. Тебе надо боксом позаниматься, разок втереть в нижние и все. Так еще у кого есть, братья, информация, просьбы, пожелания, благодарности. Благодарим Бога тогда. Следом будут занятия, песнопения занятия. Благодарим Бога. Тебе надо к нам. Благодарим Бога. Богослово родшую, сущую Богородицу Те величаем. Отец наш Небесный, мы просим Тебе во имя нашего Спасителя Иисуса Христа, который умер на Голгофском кресте и пролил свою причистую кровь, исполни наше желание каждому дару и духовное рождение патриарху, епископам, священникам и пастле, и чтобы Дух Святой путеводил нас в страну вечности, к Царству Небесному, к этой пристани любви и мира. Научи нас жить по заповедям Твоим, устрои жизнь нашу в Духе Святом, чтобы в нас были те же чувствования, что в Тебе, Христе Иисусе. Соблюди нас для Царствия Твоего, распространи благовестие через нас, благослови правителей этой страны, избави их от покушения на них, продли мир России. Господи, мы как во много виновны перед людьми, чтобы патриарх и епископы могли принести покаяние за все, что было с нами за эти последние тысячи лет. За все Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Ну да, вам, мамочке, сказать, в таком возрасте тяжелом. Спасибо. 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 Спасибо.